Мне никогда не было необходимостью для того, чтобы меня любили лидеры каких-нибудь обкомов или политбюро. Я согласен, чтобы все руководство страны меня ненавидело. Я согласен всю свою жизнь бороться с ними, потому что у нашей страны не будет никогда будущего, если мы их сегодня не уничтожим. С 2014 года, как я пришел в политику, тогда внешний долг в Молдавии был 3 миллиарда долларов. Сегодня он уже 6,5 миллиард. Это деньги, которые наши все умные руководители брали в кредит и платили вовремя пенсию. Что пенсионеры молчали, платили зарплаты бюджетникам, чтобы они тоже чувствовали, что в стране все хорошо. Мы должны срочно возродить средне техническое образование, чтобы у нас появились профессиональные рабочие. Но это для инвесторов. Но для страны я вас уверяю, что если я выйду гражданам страны, и честно им скажу, сегодня у нас есть возможность получить кредит в 1 миллиард евро. Из этих денег я открываю 100 животноводческих комплексов в селах и 3 завода в центре, на юге и на севере. И вы прекрасно понимаете, что ни один человек не будет против. Сегодня без жесткой диктатуры закона мы ничего не добьемся. Потом можно слушать про Причипи, Валори и так далее. Мне сегодня чем-нибудь содержать 4 этажа за 6 миллионов евро, вот за столько нам обходится Центр по борьбе с коррупцией, которые, еще раз говорю, профукали кражу миллиарда, ландромат. Они задерживали учителей, врачей и филата, когда им разрешил плохотню. Там есть нормальные ребята, мне нужна спецслужба. Из десятков людей эта спецслужба должна заниматься всем, что связано. Судьи, депутаты парламента, члены правительства. То есть они должны заниматься реальной борьбой с коррупцией, высших эшелона власти. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.